Еще один вопросик, видать, многих интересует. Как правильно помянуть услышавших родственников? Так у меня на эту тему есть несколько видео. Правила на кладбище, потом у меня есть третий выпуск. Я там рассказываю, как правильно. Вообще я не сторонник устраивать, я не сторонник на кладбище, что-то жрать, устраивать там попойки и все остальное. Вы пришли почтить память, а не нажраться, устроить показуху, показаться, какое у вас новое платье, какое у вас новое колечко. А у нас в основном, особенно на проводы, да, это вообще отдельное. Я досмотрелся. Да, это, да, там бьют, целуются, сношаются, что угодно там происходит на этих кладбищах. И потом люди не понимают, почему они после этого болеют. Ну, потому что надо понимать, что вот пришли ребята в гости с одного сектора пространства, как бы в другой портал, в другой сектор пространства. И надо уважать. Вы пришли в гости, не с риттером. Ну, как бы, не гадьте, это ж невежество реально. У нас нет, они столы ставят, там накрывают и все остальное. Это традиция уже, так смотришь, это традиция уже идет. На проводы, то есть все. Нет, я имел в виду, я, конечно, извиняюсь, перебил. Направление чуть я неправильно вопрос задал. То есть мне знакомая, ей приснилась мать. Да. Ну, это было она покойная. То есть приснилась мать и как бы в бедном халате. Пригласить она в дом не хотела, но не пригласила, потому что не было чем угасить. Мать покойная не пригласила, а дочь... Не дочь, а знакомая. Знакомая. Колю, тоже учительница. Не пригласила к себе, но это очень хорошо. Покойная, если бы потянула, то это точно, не люблю это слово, но придется употребить, это точно к беде. Почему? Потому что или это к тяжелой болезни, а если бы затянуло, то это к смерти. Дело в том, что это предупреждение, что возможно какие-либо... Я вообще не очень люблю расшифровывать сны, я считаю себя профаном здесь. Я вообще считаю, что я не умею расшифровывать сны. Но некоторые как бы понимают направление. Смотрите, раз бедна, значит она показывает своей бедностью, то есть знакомой, что то еще не пора. Но раз стоит разговор о том, что возможно там может прийти в гости, то есть потусторонний мир, значит какие-то череда неприятностей все-таки может быть. И это можно считать четким предупреждением. Но так как та не пригласила, предупредила, что то и рано, загрудный мир, поэтому живая просто получила предупреждение. Я не знаю, я думаю так, хотя на панацею я не уверен и я не считаю, что это абсолютно правильно. Почему? Потому что среди моих зрителей точно есть люди, которые намного лучше меня расшифровывают сны. Невозможно все знать и невозможно все уметь. Поэтому я как бы так думаю. Тут не уверен, но вот так. Давайте сразу перейдем к следующему вопросу. Почему это? Я не могу сказать, что я его полностью раскрыл. Диагностика помещения с вещами, она примерно подобная, как диагностика с вещами самого тела. Ну тут опять же все-таки очень просто. Если свеча коптит, дымит, трещит, шатается, ну если нет таких факторов, вызывающих это, качение, допустим, ветер, сквозняк, ну знаете, если вы подносите, к примеру, к вытяжке, и видите, что пламя вот так вот, ну это понятно, что там вытяжка, там может быть поток воздуха, это вполне естественные вещи, да. Если свеча действительно качественная, и вдруг она вдруг ни с того ни с сего закоптела, то следует понимать, что что-то тут не так, да. К примеру, если вы подносите к антресоли, к ванны, вот любые места, сущности, это там, где реже всего, кстати, внимание, убирает. Я сейчас скажу вполне естественную вещь, но для некоторых это почему-то становится новостью. Меня там вызывают, говорят, вы знаете, мы плохо спим, а у нас, по-моему, сущности и все остальное. Я захожу к ним, я не то, что хочу осуждать, нет. Нет, это чуждо, как говорится, осуждение и все остальное. Но тут уже не осуждение, это реально. Ну уберите, уберите, просто тупо уберите, у вас все в пыли. Мало того, там даже не пыль, а вы знаете, вот, как это правильно называется, вот эта пыль, она превращается в такую, с полтынью, как в войлок прямо, вот, прямо куски вот этого материала, понимаете, они, они лежат, ну как ковровое покрытие уже становится. Я говорю, так это шпирина для сущности, вы чего? Полтынь висит везде, та тумбочка под телевизором, а там, ну, реально картошку можно садить. Я прошу прощения за рассуждение, но это же вообще не реально. И они говорят, они говорят, что-то вот энергетика плоха. Да какая нафиг энергетика может быть? Вы просто возьмите тряпку, зажив. Не надо. А они говорят, мы окуриваем помещение. Я говорю, вы убирать не пробовали? Знаете, вот хочется рассказать на эту тему просто анекдот. Ну, сегодня у меня хорошее настроение, хорошее, припознятое, хочется рассказать анекдот. Приходит женщина, она немножко такой щепительный, ну, ладно. Я что хочу, то и говоришь. Приходит женщина к гинекологу, говорит, доктор, у меня там чешется. Тот говорит, ну, раздевайтесь, будем смотреть. Она что-то как-то подозрительно чешется. Ну, раздевайтесь, посмотрим. Ну, так за шермочку пошел, руки моют, а она разделась. Она заходит, говорит, какой удушливый запах. Говорит, женщина, вы моетесь? Она говорит, конечно. Говорит, покажите, как вы моетесь? Она говорит, ну, как-как. От сих до сих, и от сих до сих. Ну, то есть, показывает от колена и до низа. Он так постоял, посмотрел на нее, говорит, а сам сих вы моете? Понимаете? Чешется. То же самое получается и у... Да зачем компасировать кому-то мозг, платить кому-то бабки? У него энергетика плохая. А убирать ты пробовал в этой квартире? Элементарные вещи. Я даже не думал, что такие вещи надо освещать в ролике. Это настолько понятные вещи, что я даже не думал, что у зрителя отбирать это время и рассказывать об этом. Уберите у себя. Да блин, это вполне... Что такое? Помойтесь. Уберите. Мы, когда моем тело, мы выравниваем кислотно-щелочной баланс. Но многие даже об этом не знают. Открываем поры, щечаем грязь, которые забиваются, забиваются поры и так далее и тому подобное. Давайте, поехали еще. Дальше. Один случай был у знакомой. За 10 дней до смерти брата на калитке висела рубашка. Она забрала ее. И до 3 дней до смерти они фотографировались. То есть она фотографировала или их фотографировали. То есть брат был посредине, а они по сторонам. На фотографии брата не было. Когда вы проявили, еще негатив был. То есть не цифра, а именно трех. Ну да, это было... Ну, машина на вратах, это... Вы же понимаете, когда покойник в доме, тогда вывешивает тряпку на... Это дом. Я понимаю. Когда покойник в доме вывешивал, башка на вратах, это свидетельствует об этом, что будет покойник. Причем он на фотографии нету, потому что... на астральном плане его уже забрали. А, то есть... Есть люди, у которых нет тени. Я встречал таких, мне было жутко, я не знал, что сказать. Вот понимаете, сложность моей работы заключается иногда в том, что ты видишь очень что-то серьезное, и ты не понимаешь... Ты понимаешь, вернее, что ты никак не можешь изменить ход событий. И человек говорит, ну скажите, что меня ждет спереди? Как ему сказать, что уже все? А ты реально понимаешь? Я, когда делаю диагностику по чакрам, то когда начинаешь снимать показания с седьмой чакры, а она закрыта, люди с закрытой седьмой чакрой не живут. То есть там уже решено. Вопрос лишь времени, как и когда, при каких обстоятельствах его забрать. И сложность работы заключается в том, у меня недавно была женщина, она знает, но она не хочет верить в это, что она умирает, и она спрашивает меня, ну, что вы видите? И я понимаю, что я реально попал, я не вру, а правду сказать не могу. И я, честно говоря, я юлил как мог. Ну, как ей сказать, ты умрешь? Ну, мы все, конечно, умрем. Можно сказать, ты умрешь? Ну, конечно, умрешь. Когда? Через 50, через 20, понимаете? Да как ей сказать, что она уже умирает? Уже решено. Уже решено. Это очень сложно. А когда сказать, когда умирает ребенок? Тогда. Это большая сложность. И тут другое. Некоторые давят надежду. С одной стороны, это правильно. Потому что, и поверь ваше воздастся вам, когда есть надежда, тогда человек верит, он становится сильнее. У него возрастает уровень защиты. Продлевает жизнь. Да. А с другой стороны, это обман. С третьей стороны, если человек, если эзотерик продает эту надежду, не знаю, это может быть нажива. Тут с какой колокольни посмотреть на это обстоятельство? Он говорит, правда разная, истина одна. Да и истина разная. Потому что со стороны эзотерика, он говорит, я встречался с таким, я говорю, что ж ты сделал? Ты ж продал надежду. А он говорит, я понимаю. Он говорит, я даже чувствую себя плохо. и я говорю, ну, как бы, так я так, немножко спросил его с осуждением. А он говорит, понимаешь же, если я просто ей скажу, она в это не поверит. Ей надо было заплатить за это деньги, чтобы она поверила, ну, как бы, это, я собрал, но я собрал, за баблахом. И тут, получается, можно осудить, ты ж сволочь, ты ж заработал на этом деньги. А вот, если бы я не взял деньги, если бы я не взял деньги, она бы не поверила. И тут, получается, что? Что он, как он распорядился над этими деньгами? Если правильный эзотерик, да он взял деньги, но эти деньги он идет и тратит на какую-то жертву. Потому что, если не возьмем, тут такая тема, понимаете, она, тут я знаю, что очень много могут поставить дизлайки, и люди тоже будут правы. Потому что они видят эту ситуацию с этой стороны, другие будут видеть с другой стороны. И тут у каждого будет как своя правда, так и своя истина. И когда я узнал, что он просто, я не помню, вот врать не буду, я не помню, что он купил и поехал, отвез детям онкологически больным. Хотя мы знаем, что онкологически больные дети, они больные не просто так. Есть тоже за что. Но на эту сумму даже может быть больше, я не буду говорить больше, меньше, но он купил на эти деньги, на эти, на другие. он эту сумму потратил, поехал, пожертвовал этим детям. Ну, как бы, это, можно сказать, оправдывает его поступок. А с другой стороны, может, ты взобрал последний? Тут, знаете, как дышло, как покрутишь, так и вышло. Никто не имеет права осуждать. Не я, никто, либо другой. А у нас привыкли люди осуждать, там, друг друга и все остальное. То, что ты не могут, да, они по-другому, даже и не могут, и не считаешь, что это с нами. Все с этим языком. Да, вот как бы так. Ты еще не подписался на мои видео? Напрасно! Дальше будет интереснее. Субтитры сделал DimaTorzok